С прибытием экипажа Олега Кононенко на Международной космической станции начнется уникальный научный эксперимент. Космонавты привезли набор из сотни белков, с которых надо вырастить кристаллы. Белковые молекулы – это основа всех живых организмов. Наша кожа – это белок, наши волосы – белок, кератин. И нарушение функции каждого белка приводит к развитию заболеваний, а иногда к летальным исходам. Задача этого эксперимента – получить хорошие кристаллы, с которых можно собрать дифракционный набор. Космос – идеальная среда для выращивания кристаллов. Первые эксперименты проводили еще на станции «Салют» в 1976 году. Оказалось, лучше всего на орбите растут кристаллы белка. Кристаллы белков растут в космосе лучше, чем на Земле. Для них как раз любое движение жидкости вредно. А в космосе вообще почти полностью подавляется любое движение жидкости. Институт кристаллографии. Здесь собрана уникальная коллекция кристаллов. Вот это вот кристалл рубины. Его используют в лазерной технике. А вот это вот кристалл лейкосапфира. Из него делают стекла для смартфонов и часов. Единственное, чего здесь нет, так это белковых кристаллов. Ну, во-первых, без микроскопа не увидишь. А во-вторых, ученые отмечают, внешне они не особо эффектны. Напоминают чем-то обычную соль. Внимание ученых к белкам особенное. Ведь на их основе создаются противовирусные лекарства. А изучив белковую структуру опасных бактерий, например, микобактерий, возбудители туберкулеза, можно создать эффективный антибиотик. Когда мы знаем, как устроена молекула, мы можем ей командовать, мы можем присоединять к ней разные другие молекулы, чтобы усилить или прекратить ее действие. Эксперимент с белками международный, с участием японских коллег. Подготовить материал для космоса – работа кропотливая. Размеры – десятые, сотые миллиметра. Тончайшие капилляры заливает со вещество. Белок в растворе. Коллекция японских исследователей разнообразна. От белков, которые необходимы фармацевтам и вирусологам, до белков, которые планируется использовать для уничтожения мусора. Для того, чтобы говорить о практическом применении, допустим, лекарства, которые могут принимать обычные люди, надо иметь в виду, что путь этот длинный и состоит из многих этапов. Но шаг за шагом мы приближаемся к необходимым результатам. Среди десятков российских образцов белки шапирона и еще одно название – белки теплового шока. На орбиту их повезут впервые. Шапироны есть в любом живом организме, начиная от простейших, заканчивая клетками человека. Они отвечают за построение правильных белковых структур. Можно сказать, от этих белков зависит наше здоровье. Благодаря им мы и живем. Вот этот шапирон – это тоже белок, но очень сложная конструкция, состоящая из многих частей домена. Он открывается, забирает испорченный белок, закрывается, поправляет его и выпускает уже хорошее. Еще одно важнейшее свойство – белка теплового шока, на который ученые возлагают большие надежды, при введении искусственно позволяет распознать иммунной системе опухолевые клетки. Его противоопухолевая активность, она исследована на определенных моделях. Это модель глиобластомы, опухоли головного мозга, и модель меланомы. Вот на этих двух опухолях он работает, и здесь выполнены доклинические исследования, показана его специфическая активность, показана его защита противоопухолевая. Чтобы подготовить белок к космическому эксперименту, необходима тщательная чистка от примесей. Речь идет о 99,9% частоты. Белки теплового шока открыли полвека назад, но до сих пор до конца не изучили. Это новый белок, который мало кто в мире исследовал как противоопухолевый препарат. И до сих пор не совсем ясна его структура и его взаимодействие с рецепторами специфическими на клетках. Эксперимент по выращиванию кристаллов из белков продлится на орбите два месяца. И уже к сентябрю ученые получат образцы необходимых размеров для дальнейших исследований и новых научных открытий уже на Земле.